Знаете, мне перемен не надо, потому что живешь и живешь. А вот будущие поколения как? Давайте плюсы назовем. Плюсы? Надо вдумать эти плюсы. Давайте будем прямо смотреть. Ничего не изменится. То, что бабушка сказала, дедушка сказала. Дедушка рядом с елкой видели, тоже говорил. Таких бабушек знаете в стране сколько? Сколько интервью берут таких бабушек? Здесь сказали да, 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 да и до свидания потом. Так вот понимаешь какая штука-то? Почему до сих пор народ плохо живет? Три копейки не платите, а разворовывают миллиарды. Здравствуйте, дорогие друзья. Недавно весь интернет облетел ролик с бабушкой, 90-летним ветераном труда, которая встретила на улице города Саратова Володина, председателя Государственной Думы, и рассказала ему всю правду. Сегодня мы поговорим с жителями провинциального города и узнаем, что они думают по этому поводу. Это «Глас народа». Как вы считаете, это бабушка из Саратова, она права или не права? Ну, у всех свое, понимаете. То, что видишь, то видишь. Я такого не видел. Относительно нормально люди живут. А вот вы много проработали врачом? Ну, вообще-то я проработал. Я на скорой помощи работал, в АГСЧ подземной. Это горноспасатель, подземная реанимация. Ну, и на скорой работал, здесь, в Уково. В больнице Пирогова, в общем, это... Наверное, у вас пенсия 1060? Да, ну, нет, почему. Ну, где-то 12 тысяч, почему. Ну, хватает ее. Вы считаете, достойна пенсия? Ну, не знаю, я сейчас здесь один живу, мне достаточно. Знаете, мне перемен не надо, потому что живешь и живешь. А вот будущие поколения, как дети, внуки, как они будут жить? Ну, так же, как и все раньше жили. А 12 тысяч пенсия? Стабилизируют, стабилизируют. Ну, все как-то живут, знаете. Ну, вот сейчас ты встретил врача, он 12 тысяч получает пенсию. Вы считаете, это достойна пенсия для бывшего врача? Это врач какой, людской? А я сам ветеринар. Вот 50 лет отработал, вот сейчас мне 70. Ну, и получаю вроде бы более-менее. А если у них секрет сколько? 15 800. Для вас является позором и досадой, как мы живем? Я считаю, что есть и хорошие, и плохие стороны в нашей стране. Все равно есть какие-то и плюсы, и минусы. Давайте плюсы назовем. Плюсы? Надо вдумать эти плюсы. А какие минусы? Ну, минусы. Даже вот поступить в какой-нибудь институт очень сложно из-за того, что, допустим, у кого в семье нет денег и на бюджет очень сложно поступить. Ну, то есть, сложно выбрать профессию, потому что нет работы. Ну, не знаю, как-то будущее идет против нас, мне кажется, в нашей стране. Вот бабушка в Саратове встретила председателя Государственной Думы Володина и высказала всю правду. Как вы думаете, теперь жизнь пойдет на лад? Нет. Почему? Потому что ее никто не услышит. Ну, он же услышал, он же, наверное, раскражет Путину. Вот. Ну, что дальше? Ну, они поймут, что все было неправильно сделано до этого времени и начнут менять. Не начнут. Давайте будем прямо смотреть. Ничего не изменится. То, что бабушка сказала, дедушка сказал. Дедушка рядом с елкой видели, тоже говорил там. Когда последнюю солью доедаю. Наверное, видели, а? Ну, что-нибудь изменилось? На ваш взгляд, на вашем веку что-то изменится в лучшую сторону? Нет. А как же так жить? Как-то так. Для меня, для меня лично, позор. Когда президент дает 10 тысяч, чтобы ребенка в школу собрать. По 10 тысяч летом, которые будут выплачивать на детей, этого достаточно? Ну, я думаю, разово, как в школу собрать. Я думаю, да. Если купить тетрадки, ручки и краски. Все, больше не хватит. То есть, одежда уже, и рюкзаки все там разные. Это уже другое. Скажите, для предпринимателей сейчас у нас в стране все условия созданы? Ну, все условия создают, а там все поднимают. Цены. Выгодно сейчас заниматься предпринимательской деятельностью в настоящее время? Нет, конечно. Все закрываются. Вот у нас в рынке все потихонечку закрываются. Потому что то кассовые аппараты ставьте, торговли нету. В нашем городе вообще рабочих мест нету. Все уезжают. То Москву, то Север. 90% все мужчины и сейчас уже и женщины уходят. По вахтам работают. В нашем городе вообще ничего нету в связи с работой. Все шахты закрыты. Один на фабриках Глория. Постоянно показывает Глория фабрика, что у нас швинифабрика работает. 80% все бездельные сидят. Все уходят из этого города. Все ждут, чтобы дети куда-то поступили. Вместе с детьми уезжают. А куда ехать-то? В Москву, Краснодар, большие города. Хоть что-то, чтобы заработать. А кто нас там ждет? Где там жить? Ну, так же люди здесь продают свои квартиры, а там снимают пока. Кто как. Это нормально для России 21 века? Конечно, ненормально это. Но это никому не интересно. Какие первые перемены необходимы в стране для того, чтобы они действительно начали развиваться? Использование полезных ископаемых во благо страны, во благо людей. Вы верите, что это произойдет когда-нибудь? Наверное, нет. Почему? Не знаю. Скажите, пожалуйста, много ли детских пособий вы получаете на своего ребенка? На данный момент нет, она уже взрослая. 10 лет. Нам не положено никаких пособий. А траты на ребенка у вас уменьшились? В смысле? С каким поводом уменьшились? Ну, ребенок подрос, значит, на него нужно меньше тратить? Думаю, наверное, больше растет. Больше в школе потребности, в одежде, наверное, больше потребности. Как вы считаете, будет меняться ситуация в стране? Я думаю, нет. Почему? Теперь же президент узнает, как мы живем. Ну, я думаю, он и до этого знал. Что, он не видит? Только Москву видит. Навряд ли это для него будет новость. Да, как бы. И навряд ли бабушкино мнение как-то будет учитываться. В это я не верю. Все равно скоро помирать. Ребят, такой вопрос. Вы считаете, что у нас в стране люди боятся говорить правду? Да, ну, боятся почему боятся? Почему? Мне кажется, говорят просто правду не учитывают. Нет, уже встречали сейчас законы со свободой слова. Я в этом, я это знаю. Человек не может высказаться в полной мере, как оно есть. Но правительство пресекает это. Ну, не знаю, к чему это приведет в дальнейшем. А как вы думаете, к чему это может привести? К революции. К революции, да. Может. Она сказала, что у нас много воруют. И этому нет предела. Как вы считаете, это правда? Ну, соглашусь, скорее всего. А почему воруют, на ваш взгляд? Мало. Всем всегда всего мало. А вы воруете? Да нет. А ваши родители? Нет. Так кто же те негодяи? Власть. А вам кажется, что мы с каждым годом живем все лучше и лучше? Нет. Мне кажется, мы с каждым годом еще живем хуже и хуже и хуже. Как так? Почему так? Вот смотрите, обратите внимание, идем мимо. Это сделали, а само здание когда будет делаться? А сделают здание, заживем? Да нет, конечно. Это просто вот интересно, что когда его отремонтируют. А трудно так с двумя маленькими детьми еще работать? Нет. Не трудно. Я успеваю и работать, и с детьми быть. А что бы вы хотели? Какие нужно добавки еще сделать для того, чтобы нормально воспитывать семью? Зарплату увеличить. Только дело в зарплате? Да, только дело в зарплате. Увеличьте зарплату. Она все рассказала Володину, председателю Государственной Думы. Теперь все, Путин узнает и наладится. Не, не наладится. Как не наладится? Теперь же они знают, как мы живем. Он не узнает. Скорее всего, он не узнает, до него это не дойдет. Весь интернет взорвал этот ролик с бабушкой. Неужели Путин не смотрит интернет? Честно сказать, не знаю. Ему, наверное, нет дела до этого интернет смотреть. Как вы думаете, теперь дойдет до ушей президента, как мы живем? Не думаю. Почему? Не знаю. Думаете, он смотрит YouTube? А разве не смотрит? А я думаю, нет. В Саратове бабушка встретила Володина. Теперь все будет меняться в стране? Будет. Надеемся, что будет. То есть раньше они эту правду не знали? Ну, я думаю, нет. А почему не знали? Как так? Ну, как народ начинает говорить, так и не больше узнает. Ну, если народ заговорил, уже, наверное, будут приниматься какие-то меры. Вот люди боятся говорить, кто работает, уволят. А вы боитесь говорить правду? Давайте. На этот вопрос, ну, не будет ответа. Ну, вот бабушка рассказала Володину о наших проблемах. Теперь, наверное, все узнают. И президент, и правительство. Не знают. И толку, что узнают. Таких бабушек, знаете, в стране сколько? Сколько интервью берут таких бабушек? Здесь сказали да-да-да-да и до свидания потом. Потом эту бабушку никто не видит. Ну, вот такие разные мнения мы услышали. Дорогие друзья, обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на наш канал Аврора. Не забудьте поставить лайк. И, конечно же, до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»